Да и не только Америка, Фрэнки! Всем привет! Это Хроноскоп ТВ, меня зовут Артём Тагиров, и сегодня мы поговорим про часы Булова. A History of First. История первых. История первых – это слоган компании, которая была основана в 1875 году Джозефом Булова в США. Позднее, в начале 20 века, Булова переехала в Швейцарию, а уже в текущем столетии компанию купил часовой гигант японской корпорации Citizen. Вероятно, в России Булова не так знаменита, как некоторые другие часовые марки. Хотя история у Булова более чем яркая, и рассказывать про нее можно долго. Булова открыли собственную обсерваторию в Нью-Йорке для настройки часов. По ним давали сигналы точного времени в США с 1926 года. Это часы, которые носили Фрэнк Синатра и Элвис Пресли. Первые в мире часы, рекламу которых показывали на телевидении, это было в 1941 году. А в 50-е годы компания выпустила супер-хит и технологический прорыв часы Акутрон. Также часы Булова побывали на Луне на руке астронавта Дэйва Скотта. А еще Буловы сделали первый в мире хронограф с изогнутым корпусом и механизмом. Как вы уже поняли, о достижениях и истории марки можно говорить долго. А сейчас хочется остановиться подробнее на коллекции высокоточных часов Пресижанист. Обычно о точности часов и других параметрах механизма мы говорим далеко не в первую очередь. Но в данном случае хочется начать именно с того, что точность этих часов составляет 10 секунд в год. Да, я не говорился и не ошибся. Ни в сутки, ни в неделю и даже не в месяц, а в год. Всего 10 секунд. Это не первые модели коллекции. В прошлом 2020 году Пресижанист отметил свое десятилетие. И в честь такого маленького юбилея появилась линейка совсем не маленьких высокоточных часов Пресижанист X. Часы производят серьезные впечатления, но надо признать, что помимо ярких эмоций, они еще могут вызвать некоторое замешательство у неподготовленного пользователя в связи с таким большим количеством накопителей и стрелок под изогнутым стеклом в многосоставном корпусе. Сейчас я вам объясню, и все станет понятнее и еще даже интереснее. Начнем разбирать экстерьер с корпуса. Футуристичный, вытянутый восьмиугольник диаметром 44,5 мм и толщиной 17 мм. Из стали с черным PVD-покрытием или покрытием золотого цвета. Вставка на лицевой стороне из дамасской стали или золота. Причем это не просто рисунок или стилизация, а действительно дамасская сталь. Соответственно, у всех часов эта деталь будет разная, а значит, каждые часы уникальные. Корпус, надо признать, немаленький. Возможно, кому-то будет великоват из-за интегрированного ремня. Для тех, кто любит большие часы, самое то. По стилистике, знаете, чем-то напоминает угло, но при этом абсолютно самостоятельное произведение с точки зрения дизайна. Обратите внимание на изогнутое сапфировое стекло и какое оно дает интересный оптический эффект. Все это вместе с плотным наполнением циферблата напоминает больше даже не часы, а такую фантастическую панель управления космическим кораблем. Хотя, глядя на эти аэродинамические формы, понимая, что вдохновлялись дизайнеры больше авиа- и автодизайна. А еще этот приковывающий взгляд, плавный ход секундной стрелки, возвращает нас на Землю и напоминает, что это именно часы. Итак, идем дальше, а точнее глубже. Внутри этого футуризма скрывается высокотехнологичная начинка. Этот сверхточный кварцевый хронограф работает на частоте колебаний 262 кГц, что превышает мировой стандарт 8 раз. Напомню, в результате этого часы идут с точностью 10 секунд в год. В год. Сам хронограф позволяет проводить измерение промежутка времени с точностью до 0,001 секунды. Для отображения таких долей секунды используют накопители на 12 и 6 часах. И вот как это работает. Для начала мы нажимаем на кнопку, которая находится на 8 часах, и переключаем режим работы в функцию хронографа. Секундная стрелка будет отображать секунды нашего хронографа. Она переместилась на 12 часов, и кнопкой, которая находится, ну, как обычно у хронографа на 2 часах, мы запускаем хронограф. При этом вы видите, что происходит. Конечно, завораживающее зрелище. То есть секунда у нас, центральная секунда измеряет секунды и просто двигается кодом в виде 1 секунды. На верху какой-то сумасшедший вертолет, это как раз идет отсчет 1 сотой и 1 десятой секунды. А на 6 часах мы видим 1 тысячную секунду, точнее, мы ее бы не увидели. Поэтому здесь придумано так, что стрелка не двигается, и она показывает, сколько 1 тысячных, скажем так, секунд, только когда мы останавливаем измерение хронографа. Итак, нажимаем на кнопку на 4 часах, все значения сбрасываются. Интересно то, что тысячные секунды, тысячные сотые и десятые доли секунды измеряются только до 60 секунд. После этого работает только секундная стрелка, а вот эти уже быстрые-быстрые стрелки не вращаются, ну, понятно, для того, чтобы не разряжать зазря батарейку. Обычно, когда я ношу механические хронографы, я всегда их включаю, потому что мне нравится, как идет секундная стрелка, а в данном случае, наоборот, получается, что секундная стрелка делает вот шаг в секунду, и это выглядит не так красиво, как когда у нас включен режим просто работы часов. И она очень плавно идет. Возвращение в режим отображения часов происходит тоже нажатием на кнопку на 8 часах, причем секундная стрелка делает там дополнительные обороты, чтобы найти свое нужное положение. Кроме накопителей хронографа, мы видим дату между 4 и 5 часами. Друзья, у меня достаточно небольшое запястье, 17 сантиметров. Я думаю, что как на самом деле и у многих тех, кто смотрит этот ролик, и, конечно, вы могли расстроиться, что не сможете носить эти часы без-за этого такого крепления ремня. Но подождите расстраиваться, на самом деле у меня для вас хорошие новости. Мы сейчас посмотрели с вами коллекцию Precisionist X, а есть еще базовый Precisionist. У него как раз корпус достаточно большой, 46,5 мм, но совсем по-другому устроено крепление ремня или браслета, и поэтому нам как раз подойдет даже с нашими небольшими запястьями. Итак, давайте посмотрим повнимательнее на эти часы. Внутри тот же самый функционал. Также очень интересно, конечно же, поиграться вот с этим вот суперточным хронографом. Также здесь даже до одной тысячной секунды измерять промежутки времени. Тоже здесь такое изогнутое стекло, но есть некоторые отличия. Стекло в данном случае не сапфировое, а минеральное, но такое закаленное, достаточно сложно его повредить. Также вот с этим интересным эффектом вогнутости. Кроме того, здесь у нас безель имеет внешние винты. IP-покрытие защищает от каких-то сколов и царапин вот этот вот внешний безель, который закреплен интересными винтами. В данном случае они внешние, в отличие от, как это устроено на как раз юбилейном Precisionist, но при этом функционал точно такой же. Также кнопка слева на 8 часах переключает часы функцию хронографа. Также кнопка на 2 часах запускает хронограф. И кнопка на 4 часах для того, чтобы сбросить значение. Ну и кроме того, конечно же, также до 30 секунд мы измеряем. Мы видим вот этот вот такой сумасшедший, скажем так, вертолет на 12 часах интересный. И после него секундная стрелка просто отчитывает секунды. Ну и, соответственно, тоже там минуты отчитываются на малых накопителях. Эти часы достаточно хорошо сидят на руке. Вот. Они сами по себе, конечно же, большие. Часовой оверсайз. Для тех, кто любит такие часы заметные, большие, с такой вот брутальной харизмой, для тех, кому нравится Убло или Панера или еще какие-то часы, которым как раз свойствует большой размер, я думаю, что очень интересный вариант для того, чтобы рассмотреть именно эти часы. Я, конечно, рекомендую примерить и Престижанист ИХ, и обычный Престижанист, и понять, какой больше вам подходит по вашему стилю, образу, вашему, скажем так, мировоззрению. Интересная деталь у Престижаниста вот этого базы. У него все накопители находятся на карбоновой подложке. То есть мы видим на фоне такой карбоновый слой. Он, конечно, им добавляет автомото-харизмы, то есть какой-то связи с автомобильным, связи со спортом. Плюс еще внутри безеля ободок с тахиметрической шкалой, который, опять-таки, отсылает к автоспорту. Но при этом, при этом, еще отличие от юбилейного Престижаниста в том, что эти часы с водозащитой 300 метров. То есть это у нас получается по параметрам водозащиты дайвер, но при этом с различными атрибутами часов, связанными с автоспортом. Связывать эти часы с автомотоспортом или с дайвингом, или еще с каким угодно спортом, конечно же, это уже выбор ваш. Вот приходите, примеряйте, смотрите, что вам больше нравится. И я думаю, что в булавы не будут против, если вы отнесете эти часы хоть к парашютному спорту, хоть к какому. Интересно, конечно же, сравнить две версии вот этих вот Престижанистов. Они достаточно разные часы. То есть получается даже вот интересно посмотреть, как один и тот же функционал, одни и те же накопители разместились вот в разных форм-факторах. И как это выглядит, как это считывается при вот разных условиях, в разном цветовом и дизайнерском решении. Мне лично симпатичны обе модели, но надо отметить, конечно, что иксы такие более футуристичные, а вот Престижанист базовый, он больше про наше время, автоспорт с сегодняшнего дня, а Престижанист Икс, ну, наверное, напоминает уже космические, скорее, гонки. При этом обе модели со своей харизмой, со своей какой-то вот атмосферой. Друзья, это еще не все. Есть еще вот такая вот версия, условно, скажем, женская. Хотя, я думаю, в мире, в принципе, особенно в Азии, и мужчины носят часы с камнями, то здесь, видите, такое отличие. Корпус стальной, поэтому он из зеркальной обработки. На метках расположены бриллианты. Я думаю, в наших широтах это все-таки такой женский вариант. Часы, конечно же, достаточно большие, но при этом, насколько я знаю, то есть по опыту общения с дилерами, в разных городах девушки и женщины предпочитают часы абсолютно разных размеров. Там 42, для большинства мужчин такой средний размер, для женщины размер маленький. Я думаю, что в России, например, где-то в регионах будут пользоваться спросом, скажу, женщина, вот такая вот модель, потому что есть в ней своя какая-то сила, мощь. Опять-таки карбон на циферблате. Камни переливаются красиво, вот секунда так вот плавно идет. Вот такая вот интересная модель. Но, надеюсь, этот обзор не смотрят какие-то совсем радикальные феминистки, потому что в этой вот, ну, условно-женской модели тот же механизм, также здесь 262 кГц частота механизма, но при этом усечен функционал, здесь нет хронографа. То есть это, по сути, просто три стрелки, но при этом также три стрелки с точностью 10 секунд в год. Друзья, ну и попались мне в руки, не могу не показать вам. Для тех, для кого притяжонист слишком такой футуристичный, слишком спортивный, слишком брутальный и так далее и тому подобное, слишком какой-то заметный, может быть, дресс-код не позволяет, может быть, просто какие-то внутренние ощущения, но при этом хочется что-то такое вот технологичное, вам я рекомендую обратить внимание на коллекцию Lunar Pilot Хронограф. Тоже высокоточный хронограф, также 262 кГц частота этого механизма, здесь у нас хронограф, но здесь у нас, конечно, нет одной тысячной секунды, нет вот такого вертолета, но при этом спокойный, интересный дизайн, не винтаж, не херитейдж, но абсолютно классические, такие пилотские часы, хронограф, такими вот аккуратными клавишами традиционными, аккуратной заводной головкой, очень красивым браслетом, также они могут быть на стропе, тоже хороший, интересный вариант, очень красиво смотрятся на руке, отлично сидят, как раз для тех, у кого записи не очень большое, я думаю, будет круто смотреться. Скептики уже, наверное, отправились в комментарии, чтобы иронизировать на тему необходимости хронографа с такой точностью в нашем мире. Я рад всем комментариям, но позвольте мне сразу ответить на подобные вопросы. Часы сами по себе – это не просто инструмент, а своего рода отражение нашего мировоззрения, наших увлечений, жизненных приоритетов, людям свойственны жажда открытий, познаний, преодолений. Так рождаются часы и механизмы с характеристиками на порядке превосходящие средние показатели. За эту страсть мы и ценим людей из часового мира. Кроме того, само слово, которое чаще всего я слышу от людей, и создающих часы, помимо слова passion – страсть – это, конечно же, слово precision – точность. Точность механизма и сохранение точности, несмотря на активное использование часов, одна из основ часового дела. Мало того, именно созданием часов с выдающейся точностью и внешней харизмой всегда славилась Марка Булова. Надеюсь, что так и будет продолжаться до скончания веков. Не зря же на секундной стрелке разместился противовес в виде знака бесконечности. Ах, да, чуть не забыл. Подробности по ценам и где можно купить оригинальные часы Булова вы найдете в описании к этому ролику. Но сразу скажу, что лимитированная модель в стали с золотой вставкой уже давно раскуплена коллекционерами. Ну, собственно, поэтому у нас не было ее в обзоре. Часы Булова вообще долго не задерживаются в стоке у дилеров, имейте это в виду. Особенно это касается лимитированных и таких топовых моделей. Всем мир, всем часы, всем сверхточность! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok